Девушки отдыхают Встречи прошло немало времени. Что-то меняется и идет вперед с большой скоростью. Наших кофейн стало больше, их количество уже перевалило за 200, а географически мы больше не ограничиваемся одной стороной. У нас небольшие изменения в интерьере. Он стал немного попроще, немного выдержаннее, но при этом сохраняет свои узнаваемые элементы. У нас появилось много разного кофе, много новых напитков, но кое-что навсегда выросло в наши сердца и остается неизменным. Это наш дух свободы, легкое общение с гостями. Ну и конечно же атмосфера. О чем мы расскажем вам сегодня? Время идет и, как правило, классные места начинают обрастать своими историями, своими легендами, а иногда даже обретают свое наследие. Сегодня мы угостим вас двумя напитками, которые мы назвали в честь двух наших спотов, двух наших легендарных кофейн, чью историю вы узнаете и поймете, какой сердце кофе может быть разный, какие разные гости любят ходить к нам и какими разными напитками мы их любим угощать. Ведь кофе может быть для всех. Согласны? Начинаем? 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 Нет, 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 не начинаем. У вас есть наша лицензия для шерфера? Нет? Не знаете, что это? Я вам ее подарю сейчас. Это для вас. Это для вас. Это для вас. Можете посмотреть. Мы дарим ее каждому гостю, пускай она у вас тоже будет. Чуть попозже узнаете, что это и зачем. А вот теперь мы точно начинаем наше путешествие по городам. Погнали. Смотри, чайник гореться, чайник заберетово. Привет, это мочило? Да. Ага, класс. И сахар остужается. Привет. Что для тебя приготовить? Эта фраза впервые прозвучала в 2014 году в городе Омск, Калужка области. Место, где компания друзей в один день решили, что они хотят создать наконец-то то, о чем мы давно мечтали. Точку притяжения, где люди с абсолютно разными возможностями могут отучтиться в атмосфере любви, свободы и заботы. В облинской кофейне студенты часами проводят время за ноутбуками из-за доступного Wi-Fi и розеток. Кто-то приходит после работы для того, чтобы отдохнуть и встать лежа в гамаке. А кто-то утром забегает для того, чтобы захватить кофе, гуляя с собакой. Так и родилась эта идея с нашими лицензиями. Это что-то, что отвечает наших гостей от других, делая их нашими друзьями, которые точно вернутся вновь. Поэтому, создавая свой первый напиток, мы вдохновлялись именно этой первой кофейне. Surf Coffee Base – это база и основа, с которой все началось. И вдохновляясь на первый напиток, мы тоже искали в первом фирменном напитке, который у нас был. Это малиновый латте. Он появился также благодаря одному из наших постоянных гостей, который искал для себя понятный и простой напиток. А что может быть проще и понятнее, чем сочетание сладких, спелых ягод и кофе? Запишите, пожалуйста. Первый наш напиток называется Base, и он будет в категории низкой себестоимости. За основу мы взяли кофе из Бразилии, региона Пенраво. Разновидность – желтый бурбон. Высота произрастания – 1000 метров. Натуральная обработка. Мы выбрали его, потому что он является базовым рецептом в линейке наших моносортов и идеально подходит под любой напиток в меню Сорф Кофе. Мы его готовим по следующему рецепту. 17,5 грамм молотого кофе. На выходе 50 грамма за 38 секунд. В аромате мы почувствовали жареный миндаль и карамель. А во вкусе – желтые фрукты, клюкву, грильяш и миндаль. И сейчас я расскажу вам про рецепт нашего авторского напитка. Василина уже приготовила 6 шотов на 4 на 3 авторских напитков. Мы проливали их на 3 грамма какао-масла и полграмма мяты. Затем охлаждали и отфильтровывали. Второй ингредиент – это ордил из малины с добавлением розового перца. Его мы приготовили заранее, вываривая в сувиде при температуре 80 градусов в течение 3 часов. Затем охладили и отфильтровали. Это нужно было для того, чтобы сохранить естественный вкус малины, сохраняя его букет. Если вы захотите приготовить его самостоятельно, вам потребуется 100 грамм замороженной малины, 25 грамм сахара, 25 грамм воды и полграмма розового перца. На 3 напитка будем использовать 35 грамм кордела. Второй ингредиент мы также сделали заранее. Это миндальное молоко. Мы замочили на ночь 1 часть миндаля и 5 частей воды. Затем мы все смешали в блендере и отфильтровали. И сейчас Кирилл смешал в блендере 100 грамм миндального молока, 5 грамм фиников, чтобы сделать его слаще и натуральнее. И отфильтровал все через фильтровальный мешок. На 3 напитка мы используем 40 грамм. Я уже заварил? В начале выступления я сделала сироп сахара мускавада, для чего использовала 10 грамм сахара и 20 грамм воды. Все перемешала и поставила охлаждаться. 30 грамм сиропа мы будем использовать для своего напитка. И последний ингредиент – это 0,3 грамма сублимированной малины. Ей мы будем украшать наш напиток, для чего расскажу чуть позднее. Итак, ребят, как у нас в спехе? Сейчас я приду взбивать бейс. Температура напитка будет горячая, но не обжигающая. Подавать будем в керамических чашках. Объем 130 миллилитров. Подает аккуратно. Так лучше раскрывается букет и аромат нашего напитка. И запишите, пожалуйста, что он почувствовал во вкусе. Какао-масло в сочетании с букетом нашего эспрессо уходит в аромат, извините, в послевкусие шоколада. А также создает плотное облакивающее тело. Малина в сочетании с ягодным букетом эспрессо будет выходить во вкусе малиной и черникой. И будет давать малиновый аромат нашему напитку. Сахар мускавады и финики балансируют напиток по сладости. Также дают во вкусе миндаль и бразильский орех. Миндальное молоко также является основой и создает тело для нашего напитка и подчеркивает миндаль. Я бы даже делала. А мята делает в сочетании вкусе приятным, продолжительным и освежающим. И также раскроется в аромате нотом ментола. Итак, ребята. Все готово. Отлично. Если я какую-то информацию случайно забыла сказать, вы можете забрать с собой презентационные карточки, где написан весь рецепт нашего авторского. Супер. Сначала сделайте глоток с того края, где нет малины, для того, чтобы отценить букет и аромат. А затем поверните и сделайте глоток через малину. Вы увидите, как ярко и ягодно раскроется наш напиток. Пожалуйста, для вас. И для вас. Наслаждайтесь. Чем тебе помочь? Остужается Дэхун Пау, я иду доделывать третий шотик. Смотри, молка, запец, наоборот. Не, вот на этом. Добавь, пожалуйста, агабу. Хорошо. Не нужно. Все. Все уже сделано. Всем добрый день. Именно так вас поприветствуют на следующей кофейне, споте, куда мы с вами отправляемся. Поскольку там всегда много народу и большие очереди. Взлетаем и приземляемся за полторы тысячи километров от первой точки. Попадаем на Черноморское побережье. Город Сочи, курорт Эмеретинский. Солнце, море и пальмы. Идельные локации для сурфкофе сложно придумать. Это место, где Кирюха учился серфить. Было, было. Настя впервые познакомилась с сурфкофе, как с брендом. А я, в свою очередь, ходила в школу. Да, я сочинка. Итак, наши гости — участники вечных спортивных и музыкальных фестивалей, фиговых клубов, вечеринок. И это только малая часть загорелых ребят, кто сбегает к нам охладиться на пиццу. Собственно, вишенка на торте всего этого — это искусственная волна прямо на крыше кофейни, где каждый может почувствовать себя в роли серфера мощно. Сурфкофе — вейв. Так называется, это кофейня. Это, пожалуй, самый яркий, громкий и движовый спот, или же кофейня, куда слетаются наши баристы со всей страны, чтобы поработать. Сюда добавляю. А гости, в свою очередь, ждут от нас ярких и нетипичных сочетаний, которые смогут попробовать только там на память, так сказать. Нестандартное сочетание, доверяя нашему профессионализму. Не жалею денег на вкусовые эксперименты. Этой энергией мы вдохновлялись для нашего второго авторского напитка. Для него мы выбрали яркий кофе из Колумбии, из региона Талима. Высота произрастания — 1700 метров. Обработка анаэробная. В аромате этого кофе мы нашли банановый лист и ананас. А во вкусе — красный апельсин, ликер и маракуйя. Этот ферментированный, необычный, яркий кофе мы готовим в кофемашине по рецепту. Спешите, пожалуйста. 18 грамм кофе на входе. 80 грамм кофе на выходе. Такой фильтр-шот. Это да. За 23 секунды. Итак, напиток под названием «Вейв» находится в категории высокой себестоимости. Ведь гостям тут не жалеешь денег, да? Температура напитка холодная. Поскольку Эмеретинская набережная всегда раскаляется до высоких температур, вы точно захотите охладиться. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт на три порции. За основу мы берем 6 шотов эспрессо с добавлением сиропа агавы в количестве 15 грамм и с добавлением ксантановой камеди в количестве 0,3 грамма для плотного тела эспрессо. Далее мы формируем сладко-горькую основу нашего букета. Состоит она из крафтового тоника, который мы продаем в наших кофейнях, нашего производства. Мы берем его в количестве 120 грамм. Добавляем в него золотой шиммер в количестве 0,3 грамм для невероятного заворачивающего сияния. И добавляем концентрированный сок груши в количестве 45 грамм. Этот сок мы получили путем таким. Взяли килограмм груши, порезали, очистили, непосредственно положили, вывариваться в сотейник. Как он там называется? В сотейник. Вываривали час, дальше остужали, фильтровали. Выпаривали, да, забыла важное слово. Выпаривали, таким образом получив концентрат. Далее мы формируем пену нашего напитка. Для нее в середине выступления мы заварили чай до хунпао через воронку В60. По пропорции 1 к 100. Этого чая мы добавляем в сифон 150 грамм. Предварительно охладим. Далее добавляем грейпфрутовый фреш, который мы... Я тоже собственными руками вот эти минуты выжимала. 30 грамм. И 10 грамм яичного белка для стабильности пены. Все это добавляем в сифон в реальном времени. И взбиваем при помощи N2O, извините. Далее на украшение мы берем 0,3 грамма синей спиролины. Для ассоциации с морским берегом. Подаем вейв мы в стаканах Oud Fashion. 300 миллилитров объем для удобства дегустации пены. Запишите, пожалуйста, аромат нашего напитка. В аромате мы нашли черный чай и апельсин. Ребята, готовы отдавать, да? Да, да. Во вкусе шалфей, дыню и лимонные леденцы. Подливаем в яичку. Мы получили освежающий напиток с танинным послевкусием и средним телом. Пить его необходимо несколькими смелыми широкими глотками, чтобы захватить и пену, и кофейную часть напитка. Подливаю водичку. И, ребят, я отхожу. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. Этот напиток для вас, пожалуйста. Пожалуйста, для вас. Быстренько прибираемся. Тоже. Время в мире идет очень быстро. А с ним и события когда-то хорошие, когда-то не очень. Главное понимать, что они ведут нас вперед и делают только лучше. В этом году мы попрощались со спотом Surf Coffee Wave, но история этой кофейни не заканчивается. Воспоминания о сумасшедших вечеринках и сменах остаются на фотографиях и разлетаются по всей стране. А команда Бориса разошлась по другим спотам, ведь их очень много и места хватит на всех. У Surf Coffee длинный путь. Начиная с чего-то простого и понятного, давайте посмотрим, к чему мы пришли сейчас. Посмотрите вокруг, посмотрите, сколько нас. Такие разные и взрослые, и молодые, с разными интересами и путями. Но все мы здесь, и всех нас что-то объединяет. Нас объединяет простота действий и мыслей, легкость знакомства и начало чего-то нового. Где бы вы ни были, забегайте к нам в гости, чтобы хотя бы на одно мгновение прокатиться по волне и почувствовать себя чуть свободнее. Спасибо за внимание. Время! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!